Спонсор программы Элита – старейшая ветеринарная клиника доктора Широнова. Полный спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев, современное оборудование, широкий ассортимент медицинских препаратов. Ждем вас в будни с 9 утра до 9 вечера, выходные с 9 до 18 часов, в экстренных случаях круглосуточно. Белый, пушистый, энергичный и очень общительный. Пожалуй, такое впечатление производит самоед с первых минут знакомства. И в этом случае первое впечатление не обманывает. Ласковый, игривый, дружелюбный, очень дружелюбный. В чем проявляется дружелюбие? С детьми он вообще просто играет. Детей очень любит, больше всех людей любят детей. Также и прохожих вообще тоже все время на прохожих кидается. Они, конечно, боятся его, не знают, что он играть с ними хочет. Очень игривый. Такое любвеобильное поведение на прогулке может принести немало трудностей. А потому Валентина пришла с Арго, так зовут этого красавца, на площадку. Собачья грамота давалась непросто. Очень сложно. Он все время лает, со мной не согласен. Но обучаю. Прогресс есть? Да, очень большой прогресс. Слушается, подходит. В Сибири на своей родине самоедская собака была незаменимым помощником. Ее так любили и ценили, что в отличие от остальных собак впускали в дом и даже доверяли присматривать за маленькими детьми. Замечательный охотник и бесстрашная ездовая собака, самоед, в то же время напоминает забавную плюшевую игрушку. Дома Маркуса не очень много. Он как-то умеет либо около ног место найти, либо вообще уединиться на балконе спать. Хочет играть, но он придет и поиграет. Гуляния у нас много очень гуляем. Рядом лес и с утра ходим полтора-два часа, а вечером у нас целая компания есть, мы все вместе там гуляем. Может быть, из-за того, что много гуляет, он много спит. По малолетству было чуть-чуть, капельку, но он не остается почти один дома. Я работаю удаленно, раз в неделю только уезжаю. Поэтому он всегда прямой. Когда маленький был, то даже сейчас все грызет абсолютно. Если дома одного оставить, и все двери грызет, все грызет. Тапки жестоко перегрыз. Как-то пытаетесь отучать вам? Да, убираем. Владельцы самоедов отмечают, что это собака с тонкой психикой и живым умом, нестандартными действиями и поступками. Самоед плохо переносит одиночество. И хотя лучше ощущает себя на территории частного дома, будка не для него. Он должен участвовать во всех делах вместе с вами. Должен быть обязательно свой дом. И его очень... даже, может быть, зимой его надо постоянно на улице держать, чтобы ему лучше, чтобы он переносил. Потому что все-таки в доме ему очень жарко. Не пахнет. Для меня это было важно. Вот. Шерсть есть. Ну, у нас вот во время линьки есть. Ее много. Надо вычесывать. Летит. Давай сюда. Прыгай. Маркус. Маркус. Давай. Вот. В принципе, нам попался очень спокойный самоед. Послушный. Вот. То есть проблем, как таковых, наверное, не было. Шерсть повсюду. Постоянно надо вычесывать, мыть. Часто надо, чтобы был чистым, белым. Мыть со специальными шампунями? Да. Для белых собак специально отбеливающие. Как он переживает эту процедуру? Сначала плохо переживал. Теперь ему даже нравится, особенно когда федом сушишь. Он очень любит. Сколько времени занимает это мероприятие? Ой, наверное, полдня. А сохнет он остальные полдня и всю ночь. Даже если феном сушишь, все равно не просушивается под шерсток. Моемся мы, стараемся раз в месяц помыться. Вот. Иногда, когда есть какие-то специальные причины, там, выставка или... Вот мне сказали во время линьки, лучше помыть в начале линьки, в середине линьки. Тогда быстрее слиняет. Вот. Мы моемся чаще тогда. Вот. Моется он хорошо, любит мыться, наверное. Ну, то есть я могу его сама помыть, мне даже помощники не нужны. Вот. Мою в течение часа, наверное, сушу в течение трех. Вот. Ну, потому что шерсть надо всю просушить, а под шерсток там такой, да, фен купили специально собаке. Своё название порода получила от названия народности самоедов, кочевавших по тундре в западных районах Сибири. Оно получено от сочетания слов «сам и едет», «самоед». Так выглядит самая распространённая версия. На выставках эти собаки неизменно привлекают внимание. Да и прохожие зачастую обращают свои восхищённые взоры. Потому часто даже те владельцы, которые не планировали выставочные карьеры, всё же выходят покрасоваться в ринг. Первоначально, когда заводили, я всем говорила, никаких выставок. Это вот сразу всем сказала, чтобы на нас и не надеялись. Вот. Но потом как-то на одну сходили выставку, на вторую. Ему нравится, он вообще любит общаться. Вот. Выставки у него были с электричками связаны. Он даже электричку запрыгнул один раз сам. Вот. Сейчас на выставке он переживает, когда нет ринга, когда долго ждём. А на самом ринге ведёт вроде себя хорошо. Стандарт породы так описывает самоеда. Среднего размера, элегантный белый арктический шпиц. Во внешнем облике ощущается мощь, выносливость, шарм, мягкость, достоинство и самоуверенность. Выражение так называемой самоедской улыбки создаётся сочетанием формы глаз, их расположением и немного загибающимися вверх углами рта. Быть может, эта улыбка и сводит с ума любителей породы. Безумные мысли о втором, третьем, четвёртом самоеде. Вот. Квартира, наверное, позволит только одного или двух. Папа пока держится, считает, что нам одного хватит. Вот. А меня пока останавливают. Я не поняла, кого я больше хочу – девочку или мальчика. Что-то мне подсказывает, что спустя несколько месяцев в семье Галины Мирошниченко будет уже два мальчика. А после этой программы ещё ни одна семья задумается о самоеде как о компаньоне. Что ж, удачного вам собаководства! Продолжение следует... Продолжение следует... Новогодние праздники – будни для ветеринаров. И первая рабочая неделя ознаменована наплывом пациентов. У нас с вами сегодня Бишон Фрезе, молодой, собакин около 10 месяцев. Это дерматологический пациент. У него заболевание ушей, зуд, соответственно, характерный. И мы сейчас посмотрим ушки, сделаем цитологию, посмотрим, что у нас назначим лечение. Ну, уже давайте, явите пациента. Вот он, сидит, боится. Ну, как же, я не боюсь, вам не страшно. Чаще всего отиты – это, скажем так, предметы аллергии у собак. Чаще всего пищевой аллергии. Так как у нас товарищ очень любит кушать всё, что от малышей упало на пол. В новогодние праздники – подарки детские, скажи, да, с ёлки. Снять конфетки, шоколадки. Вот, соответственно, у нас проблема после этого и началась. Олечка, подержи мне его, пожалуйста. Чтобы он не упал. То есть в случае сильной аллергии могут быть высыпания между пальчиками? Между пальчиками по всему телу, поэтому собачку обязательно осматриваем всю. Со всех сторон. Это чтобы определить степень аллергической реакции? Для того, чтобы построить дифференциальные диагнозы. Для того, чтобы определить, что ещё может быть в собачке помимо ушек. Может быть, там не только пищевая аллергия. Вот здесь, например, начинающаяся пиодерма уже. Вот здесь был когда-то вот прыщичек. Он лопнул. Образовался такой эпидермальный воротничок. В общем-то, последствия воспалительного процесса. То есть здесь он тоже чесался. Здесь тоже было воспаление. Появление перхоти. Здесь у нас всё спокойненько. Подмышечные впадины страдают. Пах страдает. На спине могут появляться тоже такие прыщички в алдыре. Собака, как правило, начинает чесаться. То есть первопричиной является зуд. Дальше потом мы уже с вами выясняем, вследствие чего это зуд. Вследствие паразитарное? Или всё-таки мы чего-то где-то съели? Или у нас появилась аллергия на новый корм, например? Так не должно быть. Да, у него есть непосредственный конъюнктивит. Это тоже связано с его аллергией. Потому что собачка, конкретно эта собачка, много сладкого любит кушать. А так большинство собак есть аллергия на корм, на белок. И, соответственно, для того, чтобы определить, на какой, мы собаку сажаем на диету, на специальную диету. Обсуждаем с хозяином, с каждой индивидуальной собачкой. Подбираем питание, сажаем на определённое время. И смотрим, как животному идёт это кормление. Очень часто, да, с проблемой желудочно-кишечного тракта у нас поступали животные с жидким стулом на фоне того, что кто-то где-то, что-то из гостей издоблился, накормил. И, конечно, идёт гастроэнтерит, воспаление желудка, кишечника. Вот это было очень такое. Ну и, соответственно, были дождики. Дождиков в этом году, к сожалению, у кошек было очень съедено многие. Сейчас мы возьмём цитологию из ушка, посмотрим, что у нас там, для того, чтобы определить, какие капельки мы собачке в дальнейшем назначим. Взятый биоматериал специальным образом обработают, чтобы получить образец для исследования. Количество бактерий, коки и присутствие грибов, например, молоцезии, от этого будет, соответственно, значить, какие капельки мы назначим. Потому что если там просто бактериальная микрофлора, мы назначим противобактерии, то есть капельки с антибиотиком. Если мы там найдём грибы, соответственно, капельки будут у нас с вами комбинированы, ещё и противогрибковый компонент. Если там найдём очень большое количество и клеток воспаления, скорее всего, назначим капельки, которые будут содержать гормон. Для этого нам нужна с вами цитология определить, что там. Также через несколько дней после назначения капелек собачка появится на приёме вновь. Мы ещё раз покрасим, посмотрим цитологию, что у нас осталось. А в последствии этого, конечно, назначим другие капельки. Наверняка часть собаководов-любителей сейчас, присмотревшись к питомцу, тоже заметили некоторые из перечисленных симптомов. Врачи рекомендуют не откладывать визит к ветеринару. Если вы у вашей собачки заметили внезапный зуд, чешутся ушки, глазки или любая другая часть тела, первое ваше дело, желательно позвонить врачу или приехать к врачу, не бежать в магазин и не покупать препараты, содержащие гормон. Вы, к сожалению, мне смажете картину дальнейшего лечения, и мы с вами долго будем выяснять причину изначального зуда. Антигистаминные, в принципе, они нам картину зуда не смажут, их можно давать, но, опять-таки, надо различать антигистаминные препараты, которые, так называемые, типа стоп-зуда, которые содержат гормоны. Это разные вещи, почему-то владельцы очень зачастую это путают. А те, которые антигистамины на фоне зертека, зодека, супрастина, вы можете дать в небольшом количестве, для того, чтобы, ну, например, если это случилось с ночью, вы дали, чтобы собачка поспала, но наутро вы должны обязательно приехать и показаться врачу. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы установим причину и снимем такой процесс жуткий для вашего животного. Из рациона мы, как правило, исключаем все вкусняшки изначально, то, что собаке дается. Если собака сидит на другом корме и владелец говорит, что он ничего не употребляет, значит, надо спрашивать, в общем-то, домочадцев, потому что у нас есть бабушки и дедушки, которые очень-очень их любят и, естественно, все равно когда-нибудь на чем-нибудь подкармливают. То есть обязательно поговорить с семьей, резко не переходить на другой корм, остаться на этом же и просто убрать вкусняшки для начала. Врачи клиники доктора Ширунова готовы не только консультировать, но и лечить. Клиника находится в Сергиевом Посаде на улице Кооперативной в доме 41. Работает ежедневно. 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 Работает ежедневно.